Всем привет! Я Алексей Марков. И сегодня познакомлю вас с профессором Тали Шарот. Это тетя из Израиля, которая сейчас преподает в каком-то крутом вузе в Лондоне. И она написала пару крутых книг, которые нам как раз вот интересны. Книги про то, как люди влияют на других людей. Мы снова будем рассматривать сегодня предвзятость подтверждения, выдачу желаемого за действительное и склонность к подтверждению собственной имеющейся точки зрения. Тали Шарот говорит, что оказывается, это совершенно нормально и совершенно рационально. И действительно, есть смысл держать собственное мнение, собственное убеждение в приоритете, повыше всех прочих. Почему? Ну, потому что, как правило, если вам встречается что-то, что не подходит к вашей модели мира, чаще всего это означает, что вы правы и что тут что-то не то, кто-то другой не прав. Вот пример. Если я вам скажу, что по небу летит розовый слон, ну, вы сразу поймете, что я либо вру, либо у меня глюки. То есть, так и должно быть. Когда у вас есть сильная уверенность в чем-то, и кто-то приходит и рассказывает вам, что все наоборот, на самом деле все не так, в большинстве случаев это он будет неправ, а вы будете правы. Если кто-то говорит, что ваша жена абсолютно бесполезна, ну, хорошо бы иметь некоторое убеждение, что это не так. Но проблема в том, что это также означает, что когда наши убеждения неверны или очень-очень субъективны, тут кроется большая проблема. Избавиться от них будет крайне сложно. И даже если вы своими глазами видите что-то, что не соответствует вашей модели мира, или какой-то действительности в вашей голове, вы будете просто пропускать негативную информацию и распространять с позитивной информацией. Ну, это, кстати говоря, тоже вполне рационально. Здесь тоже нет ничего удивительного. То есть, иначе было бы как в том анекдоте. Это мои принципы, и я на них стою. А если они вам не нравятся, то у меня есть другие. Теперь кейс из одного из моих любимых подкастов «Чейс Солоджи». В середине 90-х был такой иллюзионист, мне кажется, он еще жив, и научный скептик по имени Джеймс Рэнди. И он провел очень занимательный эксперимент. Экспериментно людьми, я тоже очень люблю эксперименты, людьми, которые читают иногда гороскоп. К ним пришел мнимый астролог, там, наверное, специальной какой-то звездной шапки. Он сначала там задавал людям какие-то вопросы, типа как зовут, дата и место рождения, точное время рождения. Ну, еще там какие-то цыганские вопросы свои задавал. А потом выдавал людям их как бы натальную карту по знаку Зодиака. Что было потом? Он собирал всех людей вместе в одной комнате и просил поставить оценку своему астрологическому чтению их характера. Ну, что там были за, как что за чтение это было? Там были фразы, типа, у вас есть стремление к тому, что другие люди восхищались бы вами. Или временами у вас есть серьезные сомнения, правильное решение вы приняли. Ну, то есть, такие достаточно расплывчатые фразы. Пока ничего, да, подозрительного. Ну, он дальше просил каждого испытуемого поставить оценку. Угадал ли астролог черты их характера по дате рождения и, соответственно, по времени рождения. И выяснилось, что оценки были очень высокие. То есть, там, люди ставили по пятибалльной системе 4-4,5, а кто-то даже поставил пятерку. Так, настолько точно подошло ему описание по его натальной карте. Ну, и финальная часть эксперимента – это когда испытуемые передавали свое астрологическое чтение соседу. То есть, менялись своими астрологическими профилями. Вы, наверное, уже догадались, к чему я веду. Оказалось, в конце концов, что описание у всех было одно и то же. Участники просто очень хотели верить, что для них работает профессиональный астролог, и что они им что-то полезное скажут. И они поверили. При этом, если бы их характеры оценивал, к примеру, их босс, то люди наверняка бы, они бы нашли к чему придраться. Потому что они бы более скептически бы отнеслись. Но предвзятость подтверждения заставляет нас видеть то, что мы хотим видеть. Как же избавиться? Ну, лучший способ избавиться от этого дерьма – это задать себе вопрос. А что вообще может заставить меня изменить мою точку зрения? Может, например, вам нравится какой-то парень или девушка, кому-то девушке нравится, а ваша семья, к примеру, его терпеть не может. Но вы уверены, что это и есть ваша вторая половина, что от нее никуда вы избавляться не будете, особенно из-за семьи. Понятно, что вы не измените своего решения. Но вопрос – что должно случиться, чтобы вы все-таки его изменили? Представить это страшновато и не хочется, но вообще-то ответить на этот вопрос не так уж и сложно. Особенно, если вы верите, что любые инсинуации будут неверны. Если вы ответите на этот вопрос все-таки, тогда, может быть, появится какая-то мизерная вероятность того, что если это что-то страшное или неприятное произойдет, то вы все-таки измените свое мнение об этом противоречивом человеке. Понятно, что здесь не надо никому давать гарантий, но хотя бы появляется шанс убороть свою предвзятость этого подтверждения. Мы думаем, что мы вводим машину лучше среднего, думаем, что справимся с какой-то работой лучше там, своего начальника или своего коллеги. Мы считаем, что в среднем мы поприятнее окружающих. И в итоге получается такая картина, знаете, немного надменная, что ли. Хотя, если у человека спросить, хороший ли он актер или художник, большинство сразу признает, что они куда хуже среднего. Хотя это может быть и не так. Может быть, кто-то рисует не так уж плохо, даже если он никогда не пробовал. То есть мы, получается, в чем-то предвзяты, а в чем-то нет. Оказывается, все дело в методах оценки. Когда область оценки туманна, ну типа я вожу машину лучше других, тогда легко поверить в свое мнимое, конечно, превосходство. С интеллектом похожая ситуация. Легко поверить, что ты умнее других. Но когда речь идет об измерении более-менее точном, IQ, при помощи конкретного теста, здесь уже в свое превосходство над средним поверить становится гораздо труднее. Потому что тебе нужно набрать конкретную цифру больше, чем у соседа. То есть когда мы обозначаем, что именно означает хорошо владеть каким-либо навыком, только тогда наша сверхуверенность, предвзятость, она несколько снижается. В этом, собственно, вся хитрость. Ну почему? Потому что кто-то думает, что хороший водитель – это тот, кто попадает меньше всего в аварии. А кто-то думает, что хороший водитель – это тот, кто может одновременно вести машину коленку, пить кофе и есть еще и чизбургер, и еще играть в Nintendo. То есть мы вполне можем быть правы по каким-то своим меркам, что действительно по каким-то меркам мы лучше других. Но по другим, по каким-то более объективным, можем быть неправы. Как избавиться от такой предвзятости? Ну секрет в том, что мы не очень хорошо оцениваем себя самого, как я уже рассказал, но вполне неплохо оцениваем других людей. Поэтому, если вы хотите понять, насколько вы хороши в каком-то деле, лучше просто-напросто спросить кого-то другого. Ну и, конечно, не собственную бабушку, а того, кто ответит честно. Всем пока! С вами был Алексей Марков. Субтитры создавал DimaTorzok